Приветствую вас, коллега! С вами Лилия Донскова. В этом видео мы с вами будем изучать такую тему, как поиск информации. Очень часто такое бывает, что нам задают вопросы наши новые партнеры, а мы не знаем, как на них ответить. Итак, где же искать информацию? В первую очередь я вам рекомендую использовать наш сайт. Вы можете заходить в личный кабинет, можно использовать поиск через лупу в правом верхнем углу сайта. Здесь вы можете ввести любой вопрос, который вас интересует, и получить на него ответ. Если же сайт не удовлетворит вашим запросам, то вы можете воспользоваться следующим вариантом. Это поиск через Google, браузер Google, Яндекс, что угодно. Вы вводите запрос в первую очередь сюда. И второе, используя канал YouTube. Вы открываете канал YouTube и вводите запрос по любой теме, и вам будут открываться сразу несколько роликов, которые помогут вам ответить на ваш вопрос. Еще я хочу вернуться на наш сайт и показать вам одну важную вещь, про которую многие менеджеры просто забывают. Нужно спуститься в самый низ сайта, нажать «Контакты», выбрать. Чуть ниже сейчас откроется страница. Чуть ниже вы проматываете сайт и нажимаете «Контакты» в сервисных пунктах обслуживания. Очень часто бывает такое, что наши новые партнеры не могут сообразить, куда, как им выбрать место доставки. И наши менеджеры тоже некорректно подсказывают. Ребята, это вы должны знать четко, раз и навсегда. Скачивайте себе почаще «Контакты», потому что они бывают такие, что меняются, открываются новые пункты выдачи заказов или закрываются какие-то. Поэтому мы с вами скачиваем. Здесь написано «Посмотреть адреса контакта из пола, вы можете скачать файл». Нажимаем «Скачать файл». Файл скачался. Мы его открываем. И как в нем разобраться. Тоже не всегда получается сразу, но для этого вам нужно будет просто-напросто немножечко потренироваться. Итак, открылся файл со списком всех СПО. Обратите внимание, что у нас здесь есть. Номер пункта, название пункта. То есть здесь есть город и фамилия менеджера, который открыл это СПО. Тип пункта, категория. Далее филиал. Город, адрес, телефон контактный. И далее у нас есть здесь расписание, график работы этого пункта. Итак, что вам может помочь? Первое. Нажав на строчку «1», мы выбираем «Данные», нажимаем «Фильтр». То есть у нас появляются вот такие вот кнопочки со стрелочками. То есть это также помогает в поиске. То есть, например, вы нажимаете на эту стрелочку и выбираете, убираете «Выделить все». И, например, ищите все филиалы только, например, Воронежа. Нажимаете «Ок» и он вам показывает все города, которые принадлежат к Воронежскому филиалу. Видите, их очень много и так далее. Чтобы убрать фильтр, вы опять нажимаете на эту кнопочку, выделяете все, нажимаете «Ок». Также можно искать по городу. Обратите внимание, что города разные, городов много, а филиалов мало. Филиалов всего несколько штук. Итак, первое. Например, человек вам говорит «Я из Урюпинска». Город Урюпинск. Вы можете искать Урюпинск таким образом, листая вниз. ПРСТ, УКО. Ниже такой город. Ну, неважно. Например, УРУС. Город УРУС. Мы видим, что в городе УРУС у нас есть два СПО. А вот Урюпинск нашла. В Урюпинске одно СПО только у нас категория «Б», то есть мы на него можем размещать заказ. Вот на категорию «Д» размещать заказ могут только согласования с менеджером СПО. Так как у нас категория «Б», мы совершенно спокойно можем размещать СПО. Показываем, что это филиал «Воронеж». То есть когда человек выбирает у нас место, он путается, пытается найти в первой строчке Урюпинск, мы ему должны подсказать, что филиал «Воронеж». Далее, что у него один только пункт выдачи заказов есть. Это на Кузьмичево. Он, кстати, сертифицирован в «Велнос Лайф Плюс». И что еще мы подсказываем нашему партнеру? Улицу, телефон и график. Но все равно мы уточняем, чтобы при размещении заказа человек позвонил и уточнил график работы. Потому что тоже могут быть какие-то перемены в связи с какими-то событиями. Поэтому, чтобы человек зря не проездил взад-перед по городу, мы его предупреждаем о звонке. То есть вот эту информацию вы находите именно в этом файле. Напоминаю, что периодически файл нужно обновлять и скачивать его заново, потому что идут обновления. Итак, с поиском информации разобрались. Желаю вам успехов. И чтобы вам всегда было легко находить ответы на любые абсолютно вопросы. Пробуйте, экспериментируйте. И вам это точно понравится. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует...